В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многие люди мечтают стать популярными в сети, чтобы расширить свой круг общения, получить новые возможности и даже заработать деньги. В настоящее время почти каждый из нас ведет активную деятельность в различных социальных сетях. Кто-то делает это ради себя, а кто-то в надежде приобрести свою аудиторию и стать популярным. Интернет кишит контентом и блогерами, что затрудняет новым пользователям пробраться на арену славы. Чтобы добиться успеха, в этом деле необходимо большое количество времени и ресурсов. Так, например, известный казанский блогер Дмитрий Таланов или, как его называют в социальных сетях, Человек Жиза, развивал свой блог не один год. Я занимался КВН 7 лет. После того, как мы закончили играть в КВН, мой друг начал снимать видео. Через какое-то время я понял, что я тоже не реализовался как творческой единицей и тоже начал делать ролики. У меня не сразу получилось. Прямо потребовалось. Я бросал раза три, наверное. Раз три бросал, заново начинал и постепенно-постепенно пришел. Очень тяжело перестраивать мозг от КВН к блогерству. Для того, чтобы ваш контент пользовался популярностью, необходимо разработать план. Важную роль играет тематика аккаунта, по которой аудитория будет узнавать вас среди других пользователей. Чтобы выделиться из серой массы, нужно снимать те ролики, которые будут вызывать у подписчиков интерес остаться на вашем канале. Сейчас, когда многие социальные сети приостановили свою работу на территории России, блогеры стали искать другие платформы для реализации своего контента. И именно это может помочь новичкам набрать свою аудиторию. Так, например, появление шортс на платформе YouTube хорошо подходит для начала карьеры контент-мейкера. Если же вы уже определились с социальной сетью, где будете размещать ролики, и разработали идею своего аккаунта, то стоит приходить к самому главному – съемке видеороликов. И здесь есть свои тонкости. Как отмечает Дмитрий Таланов, известный казанский блогер, танцы под музыку уже приелись подписчикам. И сейчас в тренд попадает различный социальный контент и юмор. Ни в коем случае не повторять то, что делают другие точь-в-точь. Вносить свое, свое видение, возможно, свою харизму, возможно, да что угодно, но свое. Иначе, во-первых, можно столкнуться с хейтом со старта, и это уже будет тяжелый старт. Ну, то есть, многие неподготовленные, они не справятся просто с этим. Второй момент – то, что люди не глупые, они видят, когда ты копируешь. То есть, часто люди могут не заметить копирование, если просто поменять подачу. Ну, или просто добавить от себя что-то вот, ну, уникальное индивидуальное, то, что есть от себя. Развеем миф о том, что для популярности необходимо регулярно публиковать контент. Здесь важно подойти к делу с творчеством и любовью к своему делу. Ведь только через работу можно достичь желаемого результата.